Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Это было не просто смело, это было... Да есть, как смело. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребята, хорошие. Во-первых, это был сарказм большой. Во-вторых, я хорошо помню, как я сказал? Это не так устроено, они там в космосе где-то. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте прошу у всех прощения за эту фразу. Я не являюсь политиком. Никогда я им не являлся. И вообще меня политика, если честно, нифига не интересует. Такая натянутая на глобус вообще ерунда. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этой зиме. Все мы виноваты в этой зиме. Вся Россия. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Ну это, знаете, зима какое-то просто. Ну сколько можно? Ну давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, за других сказать не могу. Мне вообще они неинтересны. Я не хочу с ними разговаривать. Это был великий сарказм. Круто! Да это ж круто! Хочется умереть достойно. И чтоб тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. То есть я реально прихерел. Типа выродок-то откуда ты такой? Ты же наш сибирский. Почему такой выродок? Это, конечно, печально. Это печально. Америка. Это крутая страна. Дай им Бог здоровья. Спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Я как бы не понимал весь масштаб этого. Я думал, это просто что-то какая-то там. Ну, знаешь. Ну, что это за за дизизизм такой? Ну, как это может быть в 21 веке? Ну, побо... Вот какая разница? Ну, вот какая разница? Я говорю, Миш, мне... Хоп! Я так чувствую. Я не могу молчать. Ну, я как будто не совсем понимаю, как это работает. Но это их выбор. И я не могу на них... Их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так. Не глубинно, но осуждаю. Сомнительно, но окей. Супер гуд. Я знаю только одно. Он мне никогда ничем не помогал. И никто мне не может это предъявить. Он мне не предлагал помогать, а я его не просил. У меня немного друзей. Наверное, человек 40. Ну... Вот все, что она имеет, она имеет благодаря там... Ну, моей помощи, так сказать. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же вы... Вот получите. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну... Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Я и любил тебя заплакал. It's okay. У него какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какое-то хуйня. Мне вообще они не интересны. Мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Окей, окей, окей. Я заткнулся. Но если принять это за... Ну, так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы. Великая компания. Супер гуд. Он не... Он хороший человек. Не-не-не-не-не. Это вообще не наше. Мы это... Это не... Я не могу. Мне это противит... Это противит моей... Мы это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Он все равно же не здоров. Вот объективно. Он же не здоров. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь. Я не могу от него отрекаться. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Объяснил. Надеюсь.